В летнем сезоне наиболее популярными зарубежными направлениями у российских туристов обещают быть Турция, Объединенные Арабские Эмираты и Египет. На Турцию приходится около 60% от общего объема продаж. По данным российских операторов, средняя цена путевки на двоих в пятизвездочный отель Турции обойдется в 139 тысяч рублей в Египте в 119, в Арабских Эмиратах в 150 тысяч. Самарские туроператоры общероссийскую статистику подтверждают, но отмечают, что очень мало рейсов стоит из Самары. В основном вся заграница переориентировалась на вылеты из Москвы. Дополнительно к туру приходится оплачивать топливные сборы. Если раньше он составлял 35-40 евро на чартерах, то теперь 100 евро на регулярных рейсах. Турция недешевая в этом году. Горящих туров практически нет, потому как ездить некуда. Естественно, это будет Турция, Египет, Эмираты. Это основные наши направления по загранице. Хорошая пятерка, понятно, там нет предела, но вот в районе 50 тысяч на человека сейчас средняя цена нормального отеля. Недельный тур. По будущим планам в июле может быть что-то улучшится, поскольку из Самары, я смотрю, некоторые туроператоры поставили дополнительные рейсы, чартерные программы, может быть, какие-то организуют, есть вылеты, выбор, во всяком случае, из регионов. Сейчас мы рассматриваем из Казани, как запасной вариант. Запасной вариант из Уральска, можно также в Турцию улететь. При этом планировать летний отдых в этом году стало сложнее. Операторы то отменят рейсы, то поднимут цены. Изменение доплаты, когда тур уже забронирован, когда уже есть подтверждение, когда уже оплачен полностью, вдруг идут какие-то изменения по цене. Это как доплата после того, как все подтверждено и оплачено. Туроператоры снимают рейсы, появляются новые какие-то вылеты, а там уже цена другая по прайсу. Конечно, не все могут на семью сразу доплатить, иногда достигая равной стоимости тура. Бывает и так, что самарские туристы могут вылететь на отдых за границу из Казани, а накануне возвращения узнать, что прилет будет в Москву, а машина у них осталась в Казани. Турагентам приходится улаживать конфликты. Бывают моментов очень много, когда не состоялся отпуск, вообще не состоялся отпуск. Например, завтра вылетать, уже все на чемоданах готовы, вызывают такси, и вдруг вообще снимается полетная программа. Это сплошь и рядом в этом сезоне. В этом сезоне популярна Абхазия, но там приличные отели уже почти раскуплены. Есть предложение в Киргизию на озеро Иссыкуль, в Армению и Азербайджан. Среди российских курортов по-прежнему популярны Сочи и Крым, но добраться на полуостров сейчас очень сложно. Полеты закрыты, все билеты на поезда уже раскуплены, а дополнительных составов нет. Также туроператоры предлагают путешествия на Сахалин, Камчатку, Алтай, в Карелию и во все республики Северного Кавказа, которые в последние годы пользуются большой популярностью у самарцев. Светлана Кудрявцева, Григорий Плешаков, События.